всем привет сегодня у нас будет потрясающий эфир с очень интересным человеком привет привет сейчас ждем нелю всем привет как слышно привет так но пока все заходят расскажу что за человек будет неледа выдава все вы ее знаете вот поэтому я думаю представлять этого человека не надо это вообще человек который рвет все вокруг пространство шаблоны мышления жизненные какие-то парадигмы просто берет и в моменте все у нее склапывается поэтому я думаю что будет интересно или пока задерживается вот ну расскажу о себе может быть чуть-чуть я не так давно вошел в это пространство там изучение но мы шли не нелли присоединилась ждем через минутку вот не так давно начал этим увлекаться ну как бы так-то давно увлекаюсь психологии саморазвитием больно с восьмого класса вот по данной в изучении себя познание себя хотя работал до прошлого года на наемной работе семь специалисты ну первое мое образование не поверите какое было после школы я заканчивал психолого-педагогический класс и первое образование которое я получил официальным это воспитатель детского сада пионер вожатый опыт конечно воспитатели детского сада не было но вот именно пионерского вожатого был то есть там отрывался пионер вожатый такое интересное ну и в основном по жизни все делал не так как все я осознанно доходил на грабли если говорят так мне надо попробовать по-другому и так всю жизнь была постоянно причем поэтому эти грабли и вообще обожаю как новый опыт как новое узнать как ведь все по-новому то есть это у меня с детства заложены вот и чем ярче шишак от граблей от черенка тем лучше тем больше офигеть кайф наверное от этого всего вспоминаю то есть я постоянно был такой штыра ну ты поэтому не удивляюсь почему я так придумал для себя нелли ступею материализовал здесь интересно поговорить с человеком как стоим зеркалом такой же танк без башни танк кабриолет там джек воробей который пофиг на все лишь бы было так как он хочет задумал просто придумал игру и поэтому все это очень интересно как вообще это проявляется забавно бывает забавный ожидаем ожидаем о привет слышно видно темы как ты любишь и игоря побольше порасспрашивать на эту тему он много про нее знает просто про что про телепатию а про телепатию но про телепатию я могу много сказать вот вот и для меня вот я хочу сейчас некоторые моменты какие нибудь у тебя тут так вот цепануть и людям раскрыть ты только нити нелли не тяни сейчас на себя пространство ты на пиксели начинаешь разлаживаться ну вот проблема и мы переходили выключали прямой эфир переподключались раз пять наверное я ну так-то нормально видно то есть видно слышно вот ну давай ближе к теме да вот как ты почему мы с тобой так это ну знаешь я был в таком поиске своей наверное ой скучно мне было одному понимаешь я придумал тебя то есть знаешь вот ну как бы да ну я придумал но мне было скучно понимаешь мне не хватало вот этого драйва в изучении себя и вот люди которые вот в окружении да ну я показывал как вот знаешь у меня интересно все происходит по отношению меня до нахождения в этом пространстве самого пространства в пространстве да и вообще это есть убрать весь объем то есть когда ты идешь во внутреннем состоянии себя то есть это вот знаешь как тебе сказать телепатия вот чувствование всего объема вокруг это такое состояние оно не совсем такое обычное то есть ты захватываешь да ты идешь вот так вот крылья вот как будто знаешь коршин разложил и вот так вот все сгреб вот объемно вот просто взял вокруг себя весь объем и вот так вот все наполнился то есть такое вот как люто помочь войти в это состояние объема да это просто на самом деле понимаешь что надо отпустить 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 наверное свой разум знаешь и доверие со своим чувством чувством не то что смотри вот есть состояние его поймут наверное все люди которые занимаются медитацией есть такое состояние альфа медитация то есть это первый такой вот альфа ритм который первый выходит на другую частоту работы головного мозга то есть когда ты в таком состоянии в состоянии здесь и сейчас вот что вот ты у меня пропал чуть-чуть вот теперь хорошо видно вообще вот все я наверно в альфа медитации смотри смотри на самом деле все просто ты не могла себе объяснить да почему ты описала человека а потом оля подтвердила все что ты думаешь а ты как бы вошла да ты просто почувствовала это сонастройка не я поняла почему я человека считала а оля подтвердила как бы это был нацитый день моей тренировки считывать информацию да нет ты отпусти вот это не пытайся что-то считывать просто представь что ты вот сейчас есть в своем теле вот есть свои вот габариты ты ощущаешь вот а теперь закрой глаза и ощути себя вот как комнату просто все захвати разлейся водой прям вот просто потому что я в этом состоянии постоянно ну вот вот ты это понимаешь да и вот это вот не понимаешь объяснить хорошо смотри вот как тебе сказать вот остановить хоть мысли вообще то есть вот знаешь голова у тебя легкая как будто у тебя с чайника крышку сняли и короче ты вот идешь и вот там нету ни эрогеза ничего короче ты вот крышку вот так снял скальп короче идешь ну вот где то или там напротив человека сидишь или открыл крышку тебе там чего-то там хочешь загрузится вот и познаешь то есть настраиваются на человека то есть принимаешь его всего какое он есть без оценки то есть оценки никакой то есть берешь потом что делаешь чувствуешь вот эту легкость да в голове то есть у тебя мысли нет Потом берёшь, сканируешь своё тело. У тебя тело тоже, когда люди изменённые заходят в альфа-медитацию, они чувствуют покалывание на кончиках пальцев в рук, то есть на ладошках, чувствуют вот такое интересное покалывание, как меленькие иголочки. Это как раз то состояние. И когда тело у тебя вообще расслаблено, ты его как будто бы и не чувствуешь. Короче, это такое вот летающее состояние. Когда ты сидишь напротив человека, ты просто даже на него смотреть не надо, не надо его разглядывать. То есть я могу тебя вообще не видеть, просто слышать. И я тебе могу всё рассказать о тебе. Просто что болит, где болит, зачем болит, для чего болит. То есть даже слов не нужно. И неважно, на каком ты будешь расстояние от него. То есть это общий захват твой в это время шарика. Ты просто представляешь себя как мантию, которую весь земной шарик накрыло. Понимаешь? Захват такой, вот просто энергия твоя. Ты же вот, в принципе, тут со мной рядом. Вот два экранчика разъединённые. Но вот эту грань ты же сама только видишь. То есть ты видишь эту грань, люди видят. Я её не вижу, я её могу вот так раз и схлопнуть. Понимаешь? Вот это что? Это такой вот сонастройка, как вот говоришь. Что такое настроиться? Настроя. Понимаешь? Настроя. Настрой. А кто третий? Третий? Ну, это вообще треугольник твой изначально. У тебя есть дух, душа, тело. Понимаешь? Разум – это что? Умный ум. Да? То есть разумный. Компьютер. А? Компьютер мой. Ну да. Только он должен быть в помощь твоей душе. Если он, короче, не в помощь нифига, он тебе мозг вынесет. Понимаешь? Он тебе просто, да, начнёт сверлить, он тебе постоянно будет, возьмёт перфоратор и будет долбить тебя постоянно. Вот. И ты будешь улетать, короче, в себя, искать причины, следствия, там, почему так, а почему не так, давай менять шаблоны, а что я не так сделал. У меня вообще всё просто. Вот знаешь, что мне самое главное интересное? Что я как начинаю говорить, люди начинают об этом же говорить. Я всегда себя подтверждаю. Вот. И вот вы сейчас с Олей там рисуете. Я там несколько видео смотрел, где вы там через рисунки всё трансформируете. Да? Это же тоже состояние, в принципе, медитации, да? Ну да. Вот. Вот теперь смотри. Вот ты в своём состоянии сейчас, здесь и сейчас. Ты меня слушаешь. У нас с тобой общее погружение. Что такое считать? Вот ты, я тебе сейчас вижу, как ты думаешь, кем? Собой. Правильно? Да. Вот. Я себя чувствую собой. В итоге что я делаю? Я начинаю сканировать свои чувства и мысли. Да. Вот. Да. И что я чувствую по отношению к тебе? Вот если я скажу, вот как я тебя ассоциирую как себя, то есть я отвечу на твой вопрос. Понимаешь? Вот ты мне видишься, вот ты мне видишься, я вот этот вот как-то вот просто образ видела мультик «Дай на третьей планете». Да. И вот эта вот Алиса, вот это ты точно. Понимаешь? Вот просто. У тебя даже может быть где-то вот этот, даже красный вот этот вот. Да, да. Вот. Я же тебе говорю, ты, и у тебя есть вот этот вот классный такой вот индикатор, который, знаешь, так, хочешь я его стукну, и он станет фиолетовым. Ну вот ты понимаешь, что это такое, да? Фиолетовая энергия, что такое вообще энергия сама по себе, что это такое, да? Ну вот ты же чувствуешь, да, любое чувство. Ты же говоришь про чувствование. И тебе эти чувства, страх ты где? В животе чувствуешь. Чтобы его вытеснить, ты его не можешь вытеснить, он тебе так раз поднимается, и раз так вот к солнечному сплетению подходит, и завис, все, а что делать? Да у меня паника, что делать? Понимаешь, как его убрать? Да по башке ему стукнуть, понимаешь, принять этот страх, растворить вообще в себе. То есть, ну вот, давай я за кванты еще, вот что это такое, страх сам по себе. Если мыслить вот этим вот квантовым мышлением, сознанием, что такое страх прежде всего, то есть, как я это вижу, то есть, это просто чувство, да, которое мы наделили неким шаблоном, да, то есть, эталоном чего-то плохого, как страх, да, то есть, мы его назвали, да, повесили ярлык на него, но мы его воспринимаем как чувство. Но если вот этот ярлык убрать, а почувствовать энергию, просто энергию, то есть, освободить черноту от этого страха, уйти в мыслях, ну, то есть, отстранить. И там будет вот эта большая сила, энергию. Да, и ты просто сливаешься, просто чувствуешь вот эту энергию и сливаешься полностью с этим страхом. Ты никуда эту энергию не деваешь, ты её принимаешь и всё, и тебе вообще кайфово. Нифига я испугался, понимаешь? И тебя начинает вот так вот бум-бум, штырить, ого! Вот почему страхи мы проходим очень интересно. Вот ты заметила, когда ты через страх какой-то свой в реальности проходишь, у тебя мурашки и такой холодный пот сзади. А всё почему? Потому что ты как бы… Я не могу из этого состояния, мне нужен адреналин. Ну да, ну я вообще говорю, вот люди, которые знают, которые проходили в реальности страх, там какие-то такие вот аж вот мурашки по телу и там в холодный пот, когда там напугало, там вообще серьёзно, да? И когда страх остаётся позади, ты прямо на спине вот этот холодок чувствуешь. И как кайфово от того, что страх уже за спиной, ты его прямо чувствуешь, поэтому он за спиной, ты прошёл спустя этот страх. И вот где вот этот страх, это вот можно смотреть, его как маячок. Вот где нам страшно, надо туда идти. А, слушай, вот, ты же вот как-то, я что-то где-то видел, про колобка начало, про курочку вчера, да, про колобка, про курочку ряду. Ну, это фигня. Вот представь, что ты колобок, да? Я колобок. Мы два колобка тут собрались, общаемся, да? Что у нас в тандеме получилось? Следствие ведут колобки. А. Вот. Помнишь, он говорит такой, ничего не понимаю. Вот хорошо, когда два незнайки, да, два незнайки встретились друг с другом, понимаешь? Я не знаю, ты не знаешь. Вот. И знаешь, как найти третье? Понимаешь? Как найти третье в этих двух? Он говорит такой, блин, ну, или что-то случилось, или одно из двух. Правильно? Он же прям такая фраза в этом мультике есть. И у этого Бармалеля, кто там был, у него постоянно стул был. Ему не надо было даже стул искать. Он захотел и сел, понимаешь? Да, да, да. Вот классный мультик, ребята, кто хочет, ну, просто начните смотреть вот с интересом на жизнь. Как с интересом? По-детски. То есть мотивация не работает. Это не те дровишки. Мотивация. Ты, блин, бежал, 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 бежал и сдох. А интерес есть. Я тебе говорю, тебя встырит вообще. И они такие, о, блин, нифига не понимают. И все они не понимают. Понимаешь? Ну, главное, они ищут причину и следствие и нифига не понимают. Понимаешь, это как клево. И вот когда, я вот смотрю, ты такая же штыранутая, я не знаю, тоже петрушку купишь. У меня петрушка самая четкая. Ну, а вот ты как вот в состоянии, вот как ты отследила, как ты чувствуешь именно, вот как ты считала того человека? Как ты вот для себя бы объяснила, как ты его считала? Я ничего не понимаю. Вот. Понимаешь? Потому что это уже было, и оно как бы вообще не видно. Я вхожу в состояние, когда я понимаю, что я чувствую стакан, я также чувствую человека, но не человека я чувствую, а себя чувствую там внутри. Да. Это просто мысль моя, которая единственная остается в моем теле, то есть я все отключаю, и у меня остается одна мысль только, что все, ну, получается, мое продолжение, и куда бы я ни смотрела, или слышала, или запахом, или осязанием, я всегда чувствую внутри себя это чувство, поэтому я это чувствую рассматриваю внутри. Я всегда говорила, находясь рядом с ним, и поэтому легко сказала все про него, хотя у меня этого не было. Правильно. У меня это не было, потому что я его отключаю в себе. Это самое главное. Ты это чувствуешь в себе его, так же, как я чувствую в себе тебя, да, то есть классно, да, поговорить с самим собой, с умным человеком, да, с незнайкой. Вот. Вот если до такого, да, если ты до такого понимания себя дойдешь, то тебе пофиг, на каком лесопеле ехать, зад или вперед. Вот. И когда в твоем пространстве, понимаешь, вот как вот мое ощущение вообще меня, да, вот вообще меня. Вот. Я не знаю, там 5D, 6D, кто там что придумал, какие там D, какие вот, ну, вот музыка, да, расширение, 8D, я говорю, когда я начал вот этим увлекаться, когда вот это вот, вот так вот, да, музыка в голове, а я же еще меломан, я маэстро, ну, шезанутый. Вот. Ну и, короче, я начал эту 8D, потом, не, 8 не катит, давай 16, не, 16 не катит, 32, 64, я вот так вот, 32, 64, о, а уже есть 124, а потом 1000 врубил, и у меня вот так вот, ду-ду-ду-ду-ду, понимаешь, вот это прикольное ощущение. А где ты 1000D нашел, скажи мне, пожалуйста? А? Где ты 1000D нашел? Ты думаешь, нету? Уже есть все. Я 64 видела, 32 видела, 24. Я тебе, я тебе отошлю, наслаждайся. Давай. В наушниках слушать тоже, да? Там вот вообще вот так вот. И будешь вот так. Дольче Кабана, ну, типа того. Да я 8D торчу, очень круто. Люди, кто не слышал, кто вот сейчас в эфире, сейчас с нами, кто не слышал музыку 8D, 24, там 32, вот говорят, уже 1000 есть, одеваете наушники, офигеваете, что музыка не в вашей голове, а вокруг вас, и вы такие, где я чую, начинаете озаряться. Я в первый раз учусь, что он в шоке. Я ночью ее сижу, думаю, что ты раздумываешь. Есть еще, знаешь, такая штука, я не знаю, как на айфонах, но вот в плеймаркете именно на андроидах есть такая программа, 8D-тюнер. То есть, его скачиваешь, и любая песня, так, любая музыка, да, любая музыка, которая у тебя есть вот в плейлисте, в телефоне, она будет играть. Ты мне эту музыку открыл, благодарю, я знаю, для чего мне нужен этот кривой зим. Ну, ты ждала волшебника, он проявился. Вот, а если говорить по болезням, вот ты тоже затрагивала, да, в эфирах болезни. У тебя вот прям такие темы, которые, как бы я уже проходил и, то есть, ждал подтверждения, наверное, может от тебя или хотел ждать, или что там, что я там хотел. Вот. Но самое интересное, что вот болезни, их вообще так легко лечить. Вот любую болезнь вообще легко лечить. Главное понимать суть, да, суть. Вот что такое наше горло, да, это наше узкое пространство. Если у тебя вот здесь вот болят эти лимфы там, горло, да, это что значит? Что человек не принимает внешний мир, да, внешний и внутренний. То есть, система самооценки и ценности, понимаешь, ценности, цена. То есть, если где-то у тебя с миром какие-то расхождения, будет ангина, понимаешь, где-то что-то ты будешь принимать вот в этом вот непринятии себя. То есть, и непринятие мира со стороны. Вот. Ты же прекрасно понимаешь, что мы люди, ну, то есть, энергия, да, просто, в принципе, там, ну, вот наше тело как в пространстве поддерживается, есть физическое тело, есть еще шесть ментальных вот тел, эфирное, там, астральное, ну, вот эти вот все. Вот. И когда ты понимаешь вот всю свою суть, а вот, начало выходить с тебя, да, подкашивало, вирус квартиру спридумала, а теперь народ вам сидит, на эфиры смотрит. Так как я бы еще... Ну, да, да. Как же я могла разделиться, да, чтобы размножиться, да? Конечно. Так. И вот поэтому, да, пока все дома, давайте, ребята, пока вот все дома, но тут не дома, а вот вы все дома. Вот. Вот лучше с таким подходом относиться ко всему вот то, что происходит в вас. если будете вот именно в таком состоянии, не знаю, ну, как бы мне интересно, вот тогда будут чудеса. Вот. Ты подтвердил мои слова. Спасибо. Хотела слышать. Я хочу это слышать бесконечно. Это радует мой слух. Это эти слова, как песня просто. Я ничего не знаю, мне нет. Да. Вот, вот вспомни это. Помнишь, это мультик старый, Незнайка в солнечном городе, да? Это моя любимая книжка. Вообще я выросла на Незнайке. Ты не нашла. А вот. А откуда я знаю, что ты Незнайка? Потому что ты оттуда. Так. И вот смотри, мне нравилось, когда вот ты сейчас с Олей рисуешь. Помнишь, Незнайка рисовал там винтика, шпунтика, короче, всех там, врача с градусником. Вот. Это же потрясающе. Все ходят, пока до своего портрета не дойдут. Все угорают, да, типа, карикатуры такие. Вот. А тут подходит к своему, ой, ты плохой художник, да? Ты типа меня не так нарисовал, что у меня нос не красный, да? У меня уши не такие. И начинают, да? Вот так же и мы в жизни. Когда над кем-то мы можем гоготать, а над собой, вот, блин, рвет, да, внутри. Как же так? У меня падает самооценка, потому что мне не так оценили. Да, блин, ты сам себя неправильно оцениваешь. А отсюда горло. вот, да, 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 Отключите первый микрофон. Игорь, скажи, пожалуйста, а проблемы с ногами, что значит? Обычно мои эфиры рассказывать, откуда ноги растут, и по болячкам. Мне уже надоело тебя поспрашивать. Вот с ногами, о чем причина? Ну, откуда ноги растут, мы сами знаем, да, откуда они растут. А почему такие проблемы? Потому что у нас башка в заднем проходит. Понимаешь? То есть, почему мы себе придумываем? ноги. Ну, понятно, страх идти, что-то делать, потому что мы придумали себе проблему. Да, да, но придумали из чего? Потому что мы... Из старого знаем. Да, да, из старого опыта. А опыт какой? А как мы могли познать опыт, если мы сидим в этой жопе и смотрим вот так? Понимаешь? Когда голову наружу просунешь, тогда ты начнёшь понимать, Что нужно делать? Осознать. Осознать, да, прежде всего нужно осознать, почему... Вот что такое левая нога и правая нога? Да, я вот знаю. Это стыковочный модуль. То есть, если смотреть на человека, вот руки он вытянул, и вот ноги, и есть, у него есть буква Ж. Буква Ж. Вот представь, да, вот вообще по энергиям ты вот как буква Ж. У тебя есть центральный канал, смотри, вот у тебя вот эта крышечка, да, вот, центральный канал, нормальная белочка, ну все, закружилась. Короче, это, белочка, это классное состояние, все думают, что белочка, она бегает в колесе, не, у белочки, как белочка посетила, это все, у нее хвост, она порхает, она летит, понимаешь, она в своем состоянии, очень классная, чувиха. Вот, и вот смотри, у тебя правый канал идет, правая рука и правая нога, это мужское твое, да, начало, левая нога, левая рука, женская, а посередине идет основной канал, где чакры, все вот это, вот это вот правая сторона, рука и нога, это стыковочные модули, да, вот, то есть к тебе, то есть у тебя заходит через голову, выходит через промежность, то есть ты как бы женщина, да, но как бы, ну потому что я как бы тоже, потому что у меня тоже как бы есть, ты такой же мужик, понимаешь, ну неважно, короче, вот, ну суть что, мы все в принципе, вот смотри, вот ты сейчас смотришь, на меня угораешь, ну я тоже внутри, я просто кайфую, так я, а знаешь почему, вот знаешь почему, вот ты кайфуешь, вот, потому что я на тебя смотрю, а ты вот как смайлик, знаешь, такой вот, то есть я тебе уже разукрасил, ты сидишь, а я тебе уже колпачочек, и вот такой, короче, дубку засунул, и ты вот просто угораешь, так просто кайфую, так вот, вот смотри, так а что, а, я уже как видишь, как ты начал забывать мысли, но я их и не помнил, вот, вот смотри, женское и мужское начало, да, то есть правая сторона, это мужская часть, левая, это женская, тут вот это чакральное, раскрытие, вот это вот, всех вот, твоих, то есть центры, они все соответствуют астральному, эфирному, астральному, там казуальное тело, ну вот, и все вот эти еще шесть, вот, и оно вот так вот, как бы раскладывается, то есть эта проекция не такая, как вот мы вот смотрим, просто на листок там, нету вот этих векторов, оно как бы куб, только он куб, развернутый, понимаешь, и если вот на бумаге это изобразить, да, девочку и мальчика, вот, представь, ты в кинотеатре, и надо сходить в дамскую комнату, что ты видишь на дверях, чтобы зайти туда, как дама? Ж. Какая Ж? А, трехпольник. Вот, юбочкой вниз, ну ты носишь юбочки, потому что ты девочка, а я мальчик, у меня наоборот треугольник, понимаешь? Да. И когда ты понимаешь, кто ты вообще, то есть это вот и есть, куб, только он развернутый, понимаешь? Получается, что ты когда соединяешься, у тебя получается, как шерифовская звезда. Я поняла. Да. А потом грани соединяешь, ты получаешься, кто? Шестиугольник. Да? Да. Вот. А что такое шестиугольник? Ты пчела, я пчеловод, понимаешь? Это сот. Вот. Что такое семья? Семья – это что? Семья, да? Да. Только соедини теперь по кругу все вершины. И получится у тебя сота в улей. Да? Да. Нет. Не кругом. Ну, можешь кругом, а вообще возьми просто прямые линии, вершины соедини, и получится сота у тебя прям. Да. Вот. Тебе же нравятся пчелы, да? Да, да, да. Да, ну ты же понимаешь, откуда пчелы все знают? Вот у них же вроде бы мозгов нет. У них есть вот этот разум есть, матка вот эта есть, да, который, ну, как бы, их внутренний эгрегор, который ими управляет. Да. Вот. Поэтому они летают, друг другу не мешают, они знают свой дом, они знают свой улей. То есть, а бунтуются когда? Когда две матки попадают в улей, да, и одна улетает, и как бы рой, почему вот рой улетают, там, бывает, пчелы покидают, за маткой летят. Да, вот это вот, вот это вот. И почему рыбы косяками плавают, почему, блин, птицы вот так летают, это все об этом же. Поэтому ноги когда болят? Да. Ты не знаешь, как ими управлять просто. Потому что ты, почему они болят? Ты не туда идешь. Потому что, вот от ума, ты начинаешь, ой, ноги болят, ой, ноги болят, ой, сосуды, а что-то не то. А почему? Потому что у тебя в этом перекрестии, вот у тебя спина, да, спина и шея. То есть, перекрещение в соединении. Вот если ты на этот рисунок посмотришь, вот помнишь, как, вот ты звездочку шерифовскую нарисовала, и ты там увидишь, если так, линии еще квадрат в середину впишешь, и получится у тебя вот именно треугольнички, где соединяются, это на уровне шеи и поясницы. И получаются у тебя как раз вот эти стыки женского и мужского. И когда ты не принимаешь что-то в себе женское и мужское, у тебя проблемы со здоровьем. Не у тебя вообще. Вот шея затекает. Почему? Расскажи мне, почему вот бывает вот такой вот зажим и вот сюда вот в правую часть вот так вот уходит? Ну, потому что не хватает гибкости, наблюдения. Я знаю, вот выбрал вариант, ты идешь дуром не туда, но гибкости нет. Это ты чувствуешь так, гибкость. Это не гибкость, это прямое понимание, что у тебя нету внутреннего соединения, внутреннего баланса женским с мужским, инь и ян. Понимаешь? То есть у тебя где-то непринятая основа тебя. То есть вот этот вот, когда треугольнички два на друг друга соединяются, если ты не как бы не принимаешь какую-то свою часть, женщину или мужчину, понимаешь, получается... гибкость или гибкость в моем понимании. Ну да, ну да, у тебя просто своя там, как бы я более, может быть, это гибкость, понимаешь... Вот смотри, вот гибкость, ты правильно говоришь, почему змея, да? Змея, почему? Потому что в инь и ян вот в этом знаке, кружочке, день, ночь, есть ещё женское, мужское, и вот эта гибкость, она уже нарисована. Она же не вот так разделённая, а вот эта гибкость и показана в этом символе. Это приятно. Вот ты про... Да, ты про гибкость и говоришь, если у тебя гибкость ума, и он становится уже разумным, то есть он подстраивается под любые твои понимания, то есть твоего внутреннего и внешнего, то есть ты легко двигаешься по жизни, потому что у тебя нету вот строго направленных шаблонов, у тебя шор нету, у тебя расширение, ты готова принять всё. И в принятии движешься, любой. Тут ещё такой вопрос, недержание мочи у кала у ребёнка. Что это может говорить? Ну, это смотри. У ребёнка, а у мамочки, которая... У мамы, да, у неё недержание. Почему она не хочет... У мамы при чём? Это зеркало. Да. То есть это она не может удержать. Понимаешь? Она создала такую важность для себя. Понимаешь? Что её малыш должен вот так. А почему ты решила, что он так должен? Он ничего тебе не должен. Он самостоятельная личность. И как ты только вот эту важность избыточный подсоциал уберёшь, почему он не держит? Да потому что ты не позволяешь ему держать. Понимаешь? Тут вот мамаша вот у нас чуть-чуть вот как бы это. Может быть, ещё смотри, если посмотреть на ребёнка, какого он пола, да, мальчик или девочка. Вот. И просто спроецировать вот эту ситуацию на отношения внутрисемейные. Когда муж говорит, да я тебя не держу. Понимаешь? Вот это надо просто погрузиться в само состояние. То есть есть какой-то отпечаток, который вот где ты вроде бы не держишь и удерживаешь. Вот. Понимаешь? Это вот такое вот канат. Ну смысл тянуть канат на себя, когда он, в принципе, ты перетягиваешь его самим собой. То есть ты борешься самим собой везде. Это девочка девять лет. А? Девочка девять лет. Девочка девять лет, да. Все равно надо с мамой разговаривать. Почему такие? Во-первых, это может быть страх самой мамы. Страх чего? Что-то удержать. Да. Удержать мужчину, например, своего. Понимаешь? Удержать что-то в пространстве. То есть это все равно есть причина тому, что удержать и не держать. Вот когда вот этот баланс между целое найти и вот все будет хорошо. Чтобы ослабить этот канат и просто сделать ниточкой. Вот гибкость вот эту создать, не тянуть на себя. А когда ты начинаешь, о, не держишь, начинаешь, думаешь, о, что же не держит. Да ты не держи, отпусти просто ситуацию. Отпустить надо. Отпустить. Ну, это впустить опять же. Конечно. Ну, вот. То есть от и до, знаешь, я там, как, не помню, Хазанов, по-моему, рассказывал. Я, а не, этот, не Хазанов. Блин, не помню, кто рассказывал. Задорнов. Я, изучал борьбу, говорит, классическую, вольную, дзюдо и дзюпосли, понимаешь? Борьбу нанайских мальчиков. Вот, как вот они выражались. Если посмотреть в прошлое, да, в наше, подсказки есть везде. Везде, в каждом мультике, в каждом фильме. Вот, мне нравится, Шарлок Холмс смотрел, вот старый, вот нашим Сливановым. Вот, и помнишь, как-то такое было выражение, он сидит в кресле, и Ватсон Холмса спрашивает, ну, как же так? Как ты вот так вот можешь там разобраться во всем? А он говорит, а у меня, говорит, чердак в порядке. Я все на своем чердаке разложил. У меня там все, вот, информация должна быть наполненной, то есть уложена в форме, оно так и звучит, ин внутри, формация, то есть ты должен формы залить, а не бегать по тренингам и заливать эти формы, то есть ты их не заливаешь, ты вот бардак навел в голове, а структуры нету, ты никак это никуда не разложил. И вот этот бардак, он валяется, и ты думаешь, ой, мне еще что-то не хватает, пойду-ка я на марафон. Понимаешь? Да. Скажи, пожалуйста, у нас по болезням очень много, у меня комок в горле сейчас, я читаю, а что означает комок в горле? Комок? Да. Ну, это комок почему? Потому что вот смотришь со стороны, у кого-то что-то есть, а у кого-то чего-то нету. И у меня конкретно нету. Вот это вот, знаешь, это смешанное комок это вообще обида. То есть в первую очередь надо посмотреть на обиды. То есть пока вот от этих вот низковибрационных энергий не освободишься, вот, пока чувство вины, стыда не проработаешь, пока не проработаешь как бы чувство обиды. А если что такое обиду, стыд и вину, я этого не испытываю? Это ты так придумываешь. Ну, с другой стороны, да, да, то есть ты себе смотри, ценность, да, самооценки, то есть это тоже, что ты всегда всем рассказываешь. Дай, даю, беру. Вот где ты не позволяешь себе дать и что-то не позволяешь себе взять. то есть даю, беру. Комок это именно там, клубок. Ну, если смотреть ценность, да, ценность, самооценность, самооценку, то есть я вот такая, раньше была звездой, а теперь я нормальная. Понимаешь? Вот когда вот это вот проходит внутреннее состояние гордыни, вот когда гордыня есть, гордость. Когда вот этого нету, вот сизифового труда, вы знаете, кто такой сизифовый труд, что это такое? Да, то есть ты берешь, катишь вот этот валун в гору только для того, чтобы его вниз спустить и потом опять берешь и вот это можно бесконечно наблюдать, это борьба с самим собой. Когда будут какие-то непринятые качества тебя самого, ни о каком, ни о какой гармонии, балансе речи идти не может. Нужно создать вот это вот именно вот, вот как вот, в треугольничке, да, твоем, то есть взять и центр найти вот, вот, внутри. Да? Вот, кстати, вот сегодня у меня человек был на консультации и вот я ему объяснил, что такое найти вот как бы внутренний центр примерно, да, вот, вот как стрелок цель ловит. Внимание! Он не целится, нет, не целится. Вот по тарелочкам, которые стреляют, они думают, целятся? Нет. А, по тарелочкам? Я думаю. Ну вот, вот смотри, вот слуха, человек, биатлонисты, вот как они, это внутреннее ощущение себя, понимаешь? То есть, смотри, у тебя вот расправляешь, когда вот руки по сторонам, вот делаешь сверху треугольник, ну вот так вот чувствуешь, и вот соединяешь посередине вот эти три, вот 50 сантиметров взяла над уровнем головы, это еще одна точка, то есть, самая верхняя твоя чакра, да, там вот, которая открытая, вот, и середину вот этого треугольничка ощутила, и то есть, вот, звездные войны, смотрела, вот эти мишки Гами, там, старые фильмы, там есть звездные коробки, которые такие тройные, вот, ну, треугольник, и у них, короче, лучи, вот, когда захват цели, они вот так вот стреляют, короче, сразу с трех, понимаешь, и вот, когда, вот, вот, на самолетах, вот этот радар, и когда у них, говорят, цель захвачена, то есть, они вот соединяют два треугольника, заметила, нет? а, да, 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 и вот эти вот перекрестия, все, у тебя цель захвачена, у тебя захват цели, у тебя нету никакого сомнения, что ты вообще вот продырявишь там, чего бы ты не хотела, ты прожгешь просто вот, что хочешь, о, чародея, классный, да, фильм, смотрел, да, ну, главное, чтоб что, костюмчик сидел, правильно, цель видишь, вижу, пошел, но если ты видишь перед собой цель, как стена, ты будешь бахаться об эту стену, если у тебя стены не будет, а конкретно, что ты там, ты пройдешь, понимаешь, вот, это вот такое вот понимание, но сейчас я не могу так вот разлаживаться, и проходить еще сквозь стены, но сквозь стены можно видеть. Скажи, пожалуйста, как вы разбираетесь в театре, скажите, пожалуйста, что дает про кундалини, что дает про кундалини, надо идти, короче, туда, раскрывать. Я не знаю, это надо, нет, ну, знаешь, я никогда себе не раскачивал, ничего такого, не изучал прям, зачем это вот надо, это вот просто, знаешь, вот твой мозг ведет туда, чтобы себя, вот, он что делает, мозг, ум, что он делает? Ум из своего эфирного тела, вот как вообще мысли появляются, в эфирном пространстве у тебя есть вот эти вот все мысли, они не в голове сидят, нет, у тебя есть желание что-то вот, как бы себя узнать, но человек что делает? Он умом, он не понимает, что работает от ума, и начинает ловить мысли, он ловит мысли, а потом что он делает? Ум, он же хавает эти мысли, он питается, ему кайфово, да, из-за того, что я за что-то зацепился и пошел, и один, одна мысль, вторая, мы все бегаем за мыслями своими, но что мы пропускаем? Что за каждой мыслью есть смысл, смыслов мы не видим. Не видим. Поэтому вот так и получается, что мы бегаем, бегаем в своем непонимании. Отомри. У нас осталось 10 минут эфира, я так думаю, сейчас мы еще не раз встретимся, потому что моей публике ты очень понравился, и все говорят, блин, такой классный умный мужик, просто харизматичный, и поэтому Игорь, мужик с нами почаще будет приносить эфира, потому что поболеться, очень много было вопросов. Я хочу в следующий эфир делать тему, ну, пораспитывать эфира. Ну, можно, да, это просто ознакомительный, потому что мы же так с тобой не общались, просто так случайно встретились, да, зашли пообщаться. Скажи, Игорь, пожалуйста, звон в ушах, вот тут вопрос задали, это как раз мой. Я два года не могу не спать, не пить, и ходить, у меня, короче, очень сильный в ушах, и вопрос у меня личный. Звон очень сильный, и я слышу этот звук, он наше громкое, оно мне не просто не дает спать. Что это вообще за фигня? Я делала все виды томограмм, всякие, все программ. А это не то. Что за звон? Это не то. Это не то. Ты понимаешь, что это такое? У меня такое было в 92-м году, когда у меня пошло расширение. То есть, расширение, вот как же и у тебя, в принципе, сейчас. Да? То есть, ты начала... это не заканчивается вообще в ушах... Правильно. И оно будет вот такое, знаешь, как ветер, могут быть крики, то есть, ну, такое, всякое разное. По-разному. И бывает, что это в ушах больно. Что это? Расширение? Крышечку надо иногда открывать, понимаешь? Подрывничок. Думаешь много, понимаешь? начинаешь думать, а знаю я, не знаю, а знаю я, не знаю, а как мне что сделать, а зачем мне вот это надо? И вот ты постоянно начинаешь... Да, ты гоняешь в себе вот это всё, и ты устраиваешь себе вот это. А что у тебя, каждая мысль, это что? То есть, мозг, то есть, если в пространстве смотреть, это тор маленький, маленький тор. Ты берёшь его, и вот эти вот везде у тебя вот эти пружинки внутри, а ты ещё женская натура, то есть, у тебя женщина, понимаешь? А когда два полушария работают, это же вообще вот так вот. Короче, Нелька, стукни себя по голове, стань зелёной, потом стань красной, где ты их думаешь. Ну да, это, говорит, индикатор. Вот, ну и почему? Вот смотри, нужно просто отпустить, понимаешь? Вот мысли сами, вот попробуй начать отпускать мысли и не думать ни о чём, то есть, услышать в себе тишину. То есть, это вот трудно где-то может быть, а с другой стороны легко, когда ты начнёшь понимать, что мыслей может быть и не быть вообще. То есть, тишина просто как вакуум, понимаешь? внутри. Я знаю, насколько я отедеваю, кайфую, радуюсь и получаю просто оргазм от того, насколько я классно много думаю. Мне очень нравится думать и получать бесконечные сайты. Так вот, поэтому извинит, поэтому извинит у тебя, понимаешь? А теперь... Подрывничок надо, а ты вот себя нагрузила вот этим, понимаешь? Нагрузка, что такое? Мы же электричество, пойми, что мы проводники, не сосуды. Понимаешь? Ты взяла, что и сделала. Вот эти вот... Нагнала туда электричество. У тебя, естественно, избыточное давление в голове. То есть, ну... Это давление. Это вообще... Да, и ты вот на глазах тоже иногда, да, вот тут ощущается прям горение такое. Да. Да, да, да. Импульсация вен. Ну, скорее себе из головы сердце делать. Зачем ты это делаешь? Голова, она кость. Нравится быть компьютером. Все знают. Ну, я понимаю, что ты квантовый компьютер, но лучше его отпустить, понимаешь? На чувствование мне больше нравится. И вот эти вот именно пазлы, да, которые вот... Твоя новая картина мира, да, она складывается из пазлов. У меня люди в сопровождениях проходят как? Я им просто... Играемся мы вот этими пазлами. И когда человек реально видит в реальности то, что я ему говорил, у него схлапывается сразу моментально. У него вообще все установки слетают. ему не надо прорабатываться. Он видит это в пространстве подтверждение и говорит, о, нифига, так тоже можно было. Понимаешь? И тут проработки уже как бы вообще не нужны. не прорабатывая ни программы, ничего. Ну, я вообще говорю, но ты просто перестань думать. А вот думаю, да. Просто мне происходит в утро, особенно я в 5 утра просыпаюсь и начинаю наговаривать, идти в ванну, наговаривать аудио, а утром потом в 2 часа от того, что я наговорила, я открываю, пишу посты, и у меня вот этот шум очень часто перед или после моих информационных сроков. У тебя там время показывает, а мне нифига не показывает. Время не показывает, но по идее, если сейчас в 12.55, мы должны выйти пару минут. А, ну да, 5 минут. Так что вот нужно просто в ощущении себя жить вот в этом чувствовании. Это самое лучшее, что ты можешь для себя сделать. То есть убрать... Почему Дима это Игорь? Ты Дима или Игорь? Я Игорь. Ну, а я разве хоть раз тебя назвала Димой? Нет. А я почему все тебя Димой называю? Ну, не важно. Да какая разница? Я вообще, знаешь, первый раз у меня было, наверное, лет 10 назад, я вообще боялся в соцсети там вообще что-то выйти. И ты знаешь, кто я был? Какая у меня аватарка была? Я был Карлсоном. Это ж классный чувак, у него всегда спокойствие, понимаешь? И вот это вот моя натура, Карлсон, это вот пошло вот изначально. Но я тебе сейчас лайфхак такой вот дам, что вот как ты хочешь себя проявлять, ну, вообще, чтобы не разбираться ни в чем, возьми вот любое обстоятельство в жизни и придумай на себя вот такой костюмчик мастера. То есть, любое, что ты хочешь сделать, ты мастер. Понимаешь? К каждому делу подходи в таком состоянии себя, даже если ты не делал. Понимаешь? Ты читал мой пост о моем магазине кварковой физики при Хогвардсе? Нет. У меня этот костюмчик есть, я же работаю... Я же тебе не зря сказал, главное, чтобы костюмчик сидел. Я работаю инопланетянка, у меня все расписано, даже про мой костюмчик. Ну вот, отлично. Я так и делаю. Да, это очень круто. Ну вот, да, главное, чтобы костюмчик сидел, понимаешь, и когда ты, вот, ощущение внутреннее у тебя есть, да, принятие, что это так и есть. Вот ты сказала, я волшебница, я фея, ты и будешь ей. Да. Если ты для себя не примешь. Ты будешь художником, музыкантом, дирижером в своей жизни. Понимаешь, почему ты, говорю, станешь сценаристом, дирижером, актером, зрителем, маэстро, который там, да? Стань любым. Просто возьми и влейся в это, понимаешь? Вот внутренне весь ощути вот это вот наполнение себя вот этим мастером. Две минуты, говорят, осталось. Лучше нажми кнопочку, выйди, чтобы сохранить эфир. потому что он побывает, но лично улетает. Если он сам вылетает, я его не могу сохранить. Хорошо, Нелли. Ну все, давай, приятно было с тобой пообщаться. Давайте, ребята, всем пока. И по болезням говорим. Хорошо. Мы их не разобрали, к сожалению, а когда выйдем, ну не знаю, на днях, бесплатно. Ну все, хорошо, давай, удачи тебе, хорошего дня. Спасибо.